Польша. Бои с Соросом. Алексей Ткачук в альтернатива.орг за 4 декабря 2020 года. В последнюю ноябрьскую субботу в городах Речи Посполитой прошли демонстрации, приуроченные к 102-й годовщине предоставления польским женщинам избирательных прав. Также участники и участники манифестации выступали против жестокой полиции. За несколько дней до этого имели место попытки блокировать дороги, а еще раньше. В общем, перечень акций можно продолжать и продолжать, поскольку БУЗа длится уже более месяца, и все происходит шумно и страстно. Впрочем, в Польше по-другому и не бывает. Причиной уличных беспорядков стало решение Конституционного суда по вопросу законности абортов, фактически поставившее прерывание беременности под запрет. Отныне легально это разрешается делать, когда существует реальная угроза жизни матери и ребенка, а также если женщина оказалась жертвой изнасилования. В случае выявления у плода патологии, например, синдрома Дауна, аборт является незаконным. Конституционный суд вынес постановление 22 октября, и протесты начались сразу же. Самая резонансная была акция у дома Ярослава Качинского, вице-премьера, председателя партии «Право и справедливость» и вообще закулисного руководителя страны. Манифестанты вели себя агрессивно, и полиция применила слезоточивый газ. Спустя пару дней участники протестов стали врываться в костелы. При этом, помимо разнообразных палакатов, в том числе с употреблением на нецензурной лексике, использовались радужные флаги ЛГБТ-сообщества, потому что демонстранты ратуют не только за свободу абортов, но и еще за права секс-меньшинств. Понятно, что в таких условиях священникам приходилось прекращать службы. Атаки на костелы вызвали гнев Качинского, и тот призвал всех честных поляков защищать церкви и заодно пригрозил строго наказывать протестующих. Либеральные политики и СМИ, конечно же, подняли вой и бросились изображать пана Ярослава и дакой реинкарнации Войцеха Яржельского, главы социалистической ПНР, который в 1981-м ввел военное положение, чтобы сбить волну протестов, солидарности и остановить ползучий переворот. Многие, кто на постсоветском пространстве наблюдал за событиями в Польше, мстительно потирали руки, мол, вот вам за поддержку украинских Майданов, вот вам за революцию в Белоруссии. Среди тех, кто не скрывал удовлетворения, был и президент РБ Александр Лукашенко, высказавшийся в том духе, что хотели устроить в республике мятеж, а получили его сами. Однако, не все так просто. Протесты в Речи Посполитой отнюдь не стихийные. У них есть застрельщик движения «Общепольская забастовка женщин». В числе ее лидеров Марта Лемпорт и Клементина Суханова. Лемпорт когда-то была чиновницей. Сейчас она значится президентом строительной фермы, но с 2015 года пани Марта активная общественница. Сначала она участвовала в деятельности Комитета защиты демократии, а потом стала одной из создательниц забастовки женщин. Тему аборта в организации эксплуатируют еще с 2016-го, хотя лично Лемпорт вопрос прерывания беременности волновать, в общем-то, не должен, поскольку она открыто заявляет о своей лесбийской ориентации. По мнению Антонио Мацаревича, экс-министра обороны, депутата Сейма и человека, близкого к Кочинскому, за Мартой Лемпорт стоят те же люди, что уничтожали Польшу во времена социализма, служили режиму Ярузельского и СССР. Что тут скажешь? Горячий Мацаревич. Некогда он был яростным борцом со властями ПНР, состоял в солидарности и до сих пор разоблачает происки агентуры КГБ и ГРУ. Однако не советские шпионы маячат за спиной Лемпорт, а никто иной, как Джордж Сорос. Разумеется, и если прямо спросить вдохновительницу забастовки женщин о связях с одиозным финансистом, то она уйдет в отказ. Тем не менее, в прошлом году Марта Лемпорт участвовала в выборах в Европарламент и проиграла их. Интересно другое. Сиядама была кандидатом от леволиберальной партии «Весна», чьим лицом является открытый гей Роберт Бедронь. «Весна» находится на содержании Сороса, хотя и пытается это скрывать. Еще один момент. Мощную медиаподдержку забастовки женщин оказала одно из ведущих изданий страны газета «Выборча». Несколько лет назад она пополнила список активов Сороса. Кроме того, аналогичная кампания по борьбе с запретом на аборты недавно проводилась в Ирландии. Дело дошло до референдума. Он прошел в апреле 2018 и в результате избавления от плода было легализовано. Кампанию оплачивали структуры Джорджа Сороса и у нее был символ «белая молния». По странному стечению обстоятельств, эмблема общепольской забастовки женщин – это красная молния. К слову, в стане права и справедливости заявляют, что это молнии из петли ЦССовцев, терроризировавших Польшу во время Второй мировой войны. Однако мы, как люди культурные, хорошо знаем, что в СС использовались древнегерманские руны. Но вернемся к Соросу. Нелюбовь к Ярославу Качинскому у него давняя и к тому же взаимная. «Общество без идентичности, за которое ратует господин Сорос, очень удобно для тех, у кого есть миллиарды. Ведь таким обществом легко манипулировать», – говорил Качинский и даже грозился загнать все НПО Сороса за мажай. Но сказать проще, чем сделать. В 2017 году в Польше случился скандал, вызванный действиями Барташа Крамика, председателя Совета Фонда «Открытый диалог». Крамик, достойный выкормыш гнезда Сороса, участвовал в Киевском Майдане, красовался в вышиванке и даже завел себе жену Бандеровку, Людмилу Козловскую. Три года назад Барташ Крамик обнародовал программу из 16 пунктов. Целью являлось свержение правительства права и справедливости. Предлагалось, например, не платить налоги преступному режиму, саботировать решения органов власти, организовывать протесты. Фактически Крамик публично изложил план государственного переворота. Из-за этого в СМИ, работающих на партию Качинского, поднялся невообразимый шум. В принципе, польского Соросенка могли и посадить. Куда там? Органы сподобились лишь на депортацию Козловской. Сейчас она в Бельгии, хотя поляки пытались не допустить ее возвращения на территорию Евросоюза. Самого Барташа не тронули. И сегодня он всей душой с забастовкой женщины, а заодно строчит в Фейсбуке гневные посты в адрес Агентства Внутренней Безопасности. Кстати, за Белорусскую революцию Крамик тоже горой. Его страничка пестрит бело-красно-белой символикой. История с парочкой Соросят показательна в том плане, что власти Польши имели возможность устроить настоящий разгром структур заокеанского авантюриста. Но этого не сделали. Уж больно могущественным оказался американский финансист. Фонд «Открытый диалог» Фонд Стефана Баттория спокойно функционирует в Речи Посполитой. Но и забастовка женщин, естественно, тоже. Не дремлет и сам Джордж Сорос. 18 ноября он выпустил статью «Европа должна противостоять Венгрии и Польше». Поводом для публикации стала битва за бюджет ЕС на 21-27 годы и распределение средств на восстановление экономик от последствий эпидемии коронавируса. В Брюсселе считают, что Будапешт и Варшава недемократично реформировали свои сферы судопроизводства и хотят наказать их деньгами урезов дотации. Суммы огромные. Полякам, допустим, причитается 160 миллиардов евро. Однако бюджет принимается единогласно. И Венгрия с Польшей наложили вето. Вот Сорос и дает советы, как решить проблему. В частности, он предлагает напрямую выделять деньги местному самоуправлению. Ясно, что имеются в виду муниципалитеты, которые находятся под контролем враждебных Орбану и Качиньскому полицил. Еще один рецепт – обойти вето, заключив соглашение по бюджету между 25 государствами ЕС. Идею высказал экс-премьер Бельгии депутат Ги Верховстадт. Среди прочего, известен призывами указать Путину его место. Предложение Верховстадта обсуждается. Между прочим, он небезосновательно подозревается в связях с Соросом. Ну а в самой Польше пышно цветет политический кризис. Напуганные протестами, они шумные, резонансные, но не слишком масштабные. Власть отложила публикацию и введение в жизнь постановления Конституционного суда по вопросу абортов, а забастовка женщин заявляет, что будет бороться до отставки правительства или хотя бы наиболее несимпатичных ей министров Пшемыслова, Чарника, Избигнева, Зебро. Первый возглавляет ведомство просвещения. И он, о ужас, плохо отзывался о геях. Второй министр юстиции и просто консерватор, что в глазах соратниц Марты Лемпорт уже преступление. Прокуратура завела на Лемпорт дело. Полиция применяет против манифестантов слезоточивых газ и дубинки. Ну а обслуживающие право исправить для восьми пугают аудиторию тем, что забастовка женщин собирается сжечь костелы. В общем, бой с Соросом продолжается. Алексей Ткачук специально для Альтернатива.орг Польша. Бой с Соросом.